Ростовский краеведческий музей В пятилетней работе, которая была сделана мною в живописи. Были разные моменты и радости, и каких-то огорчений, и неудач. Как я пришла в живопись, я могу только сказать одно, что я из поздних. И первую свою работу живописную написала, когда мне было 56 лет. Путь этот был совершенно неожиданным для меня. Я занималась флористикой, делала картины из листьев и цветов, из сухих листьев и цветов. Сначала складывала их как аппликацию, как калаш, потом стали получаться какие-то картины. И это дало мне возможность увидеть мир вокруг себя немножко с другого угла, с другого ракурса. Я поняла, что в жизни нет мелочей. Вот есть одна береза, которая меня потрясла буквально. Я даже не знала, что березы живут более 100 лет. Я, когда занималась флористикой, хотела сделать ее из листьев, но как-то не хватало цветовых возможностей. Только когда занялась живописью, смогла осуществить эту свою увиденную березу. Березе 100 лет. Она огромная. И работа эта называется «Забывшая», какая у нее по счету весна. Рядом с ней были маленькие березки, тоненькие. И целый лес, наверное, это ее потомки, возможно. И это, конечно, очень удивительно. Причем она была жива. Сначала попробовала повторить свою флористическую картину. Что-то получилось. Ну и потом одна за другой понеслось. И остановиться теперь мне, наверное, нелегко будет. Сюжеты, которые не оставили меня равнодушны, это и животные, это и портреты, и натюрморты. Это собаки, которые очаровали меня. И мне очень захотелось их написать. Ну, откровенно говоря, я никогда не думала, что я буду анималистом и писать портреты животных. Эта сова у меня жила 19 дней на веранде. Это все прочувствованное, увиденное, пережитое и представлено в работах. Есть только миг, который нужно, не нужно, а просто видишь, да, и вот закат. Видишь, я пробовала писать в прошлом году акварели «Закат». Каждую минуту происходит перемена освещения, перемена состояния в природе. И поэтому есть только миг, не только, который мы наблюдаем, но и миг в нашей жизни, который нужно ценить и мимо которого не нужно проходить. Миг, который бесценен. Мелочи жизни, которые мы, как правило, не замечаем. Поэтому и миг... Моя любовь... Субтитры создавал DimaTorzok